Всем привет, с вами проект Ютубер и сегодня мы собрали для вас самые горячие новости из мира Ютуб, которые хотели бы обсудить вместе с вами, поэтому подписывайтесь на наш канал, если до сих пор этого не сделали, а мы начинаем. Недавно один из пользователей Ютуб обнаружил, что рекламный прерол перед его видео содержит прямую ссылку на ресурс, который не очень-то соответствует политике самой платформы. Что? По словам очевидцев, реклама контента для взрослых появлялась перед роликами известных блогеров, включая PewDiePie, Markiplier и DudePerfect. В объявлениях был изображен скриншот из порнографического фильма, а ссылка вела на вебкам-сервис для взрослых, заблокированный на территории России. Многих пользователей возмутило, что с момента ужесточения требований для монетизации контента Ютуб слишком часто допускает такие инциденты. Сразу вспоминается неоднократная история с рекламой наркотических веществ перед воспроизведением роликов у российских пользователей. Ютуб что, рекламируют наркотики? Какими наркотиками? Согласно правилам хостинга, публикация и реклама контента для взрослых категорически запрещена. Когда мы видим, что реклама нарушает наши правила, мы немедленно удаляем ее и принимаем соответствующие меры, в том числе блокируя ответственный за это аккаунт. Точно неизвестно, как вся эта реклама прошла сквозь модерацию и попала на глаза пользователям, но, скорее всего, это какая-то проблема уязвимости рекламного сервиса Google. Надеемся, что в будущем это все пофиксят и Ютуб будет соответствовать своим же стандартам. Госдума опять атакует интернет. Да ладно! Да ладно! Несмотря на то, что мы живем в такое время, когда за репост ВКонтакте могут дать реальный тюремный срок, власти России хотят еще больше усилить контроль над социальными сетями. Ну что ж, дамы и господа, продолжим умиляться? 9 апреля в Госдуме обсудили законопроект о контроле за информацией в соцсетях. И если этот законопроект все-таки примут, то жизнь в интернете станет несладкой. Среди требований официальный офис представительства каждой соцсети на территории России, идентификация пользователей по номеру мобильного телефона, контактный имейл у каждого сервиса для связи с Роскомнадзором и, поверьте, это самое малое из бед. Все крупные соцсети должны по требованию пользователей в течение суток удалять информацию, нарушающую российские законы, а также следить, чтобы пользователи не публиковали постов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и материалов, содержащих нецензурную брань. В законе употребляется термин «публичные сети», имеется в виду система, где есть авторизация пользователей, которые могут обмениваться сообщениями, а аудитория должна быть более 100 тысяч человек в сутки. В том виде, в котором законопроект находится сейчас, он предполагает полную модерацию всех сообщений и записей в более-менее крупных сервисах, начиная от мелких форумов и сайтов с разделами комментариев, продолжая мессенджерами и заканчивая крупными соцсетями. Самое главное, что должны обеспечить такие сервисы, это запрет на публикацию противоправной информации. А если такая информация все-таки просочится в соцсети, то всемогущий Роскомнадзор имеет полное право ее заблокировать. Браво! Фактическим поводом для работы над законопроектом стала трагедия в Кемерово и то, как быстро распространялась дезинформация о количестве погибших и других подробностях пожара. Так депутаты подчеркивали важность контроля за соцсетями. Если фейки своевременно бы удалялись, то осталась бы только достоверная информация от официальных источников. Но при этом почему-то не делался вывод о том, что изначальная волна обсуждений в соцсетях и была вызвана отсутствием официальной информации. И под угрозой блокировки на территории Российской Федерации этим сервисам не остается ничего, кроме как менять привычные алгоритмы работы. А пользователям теперь нужно быть максимально аккуратными с тем, что они размещают на своих страницах. А как вы думаете, станет ли этот закон новым камнем преткновения для пользователей в Рунете? Делитесь своим мнением в комментариях. Не секрет, что многие сейчас хотят открыть свое дело и работать на себя. Поэтому я бы хотел сегодня порекомендовать вам канал от молодого предпринимателя Тони Бро. Как открыть собственный барбершоп? Сколько можно заработать на майнинге? Или, может вам интересно, прибыльно ли открывать свою шаверму? На все эти вопросы у автора канала Антона найдутся ответы. Ведь парень сам владеет бизнесом, общается с такими же предпринимателями и делится секретами, которые помогут начать собственное дело, не совершая распространенных ошибок. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Тони Бро. Узнайте все тонкости ведения бизнеса с первых рук. А пока вернемся к нашему видеохостингу YouTube, который тоже стоит на пороге грандиозного скандала. Недавно несколько правозащитных организаций выдвинули YouTube свои обвинения о незаконном сборе информации о детях. За это время были нарушены права более 23 миллионов маленьких пользователей. По данным этих организаций, YouTube активно собирает информацию о подписчиках популярных каналов. В частности, информацию о местоположении, идентификаторы устройств, телефонные номера и так далее. Все это, само собой, используется для таргетинговой рекламы. Но тут нужно понимать, что в случае с детьми компания обязана сначала получить разрешение от их родителей. Напомним, что согласно правилам сайта, регистрироваться на нем могут лишь лица старше 13 лет. Однако все мы прекрасно понимаем, что обойти этот момент можно не утруждаясь. Дети, как правило, просто оказывают ложную информацию о возрасте при регистрации. А упрощается это все тем, что сервис просто-напросто не предусматривает верификацию. Сообщается, что компания уже около года работает над полностью кураторской версией приложения YouTube Kids, которая будет ограничена каналами, отобранными реальными модераторами. По мнению сервиса, это должно помочь остановить волну причудливых видеороликов ElsaGate, которые стали причиной критики политики хостинга в прошлом году. В поданной жалобе содержится требование оценить каждый случай нарушения в почти 41 тысячу долларов. И если просьба будет удовлетворена, то общая сумма штрафа может достичь сотен миллиардов долларов. Кстати, к теме подключился и Роскомнадзор, который написал обращение с просьбой подтвердить, действительно ли YouTube собирал данные российских детей. Самое странное, что даже не пригрозил никаким запретом или блокировкой. Как вы думаете, что будет с YouTube, если он официально признает свое вино? Ну, множество, конечно, всех этих привычных извинений и ужесточений правил. Может, что-то даже еще и забыли. Смело пишите свое видение будущего платформы после всех этих предстоящих разбирательств. Ну, а на этом все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Молодец! Подписывайтесь на наш канал. Здесь вас ждут актуальные новости из мира YouTube и не только. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok